Энергоэффективность – альтернативные источники энергии. Как объективно и грамотно рассказать об этом учили на семинаре для СМИ консультанты проекта по муниципальной энергетической реформе. Тарифы должны быть экономически обоснованными. Украина приняла новый курс. Правда, об уровне доходов как-то скромно умалчивают, ибо заплатить по рыночной стоимости за энергоносители большинство населения просто не в состоянии. Потом придется положить зубы на полку. Между тем, Запорожье стало одним из победителей американского проекта «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». За три года в программы по энергоэффективности и альтернативной энергетике планируют вложить около 13 миллионов долларов. Благодаря технической международной помощи представители нашего города получат возможность изучить и внедрить передовые лучшие мировые методологии в сфере энергосбережения и энергоэффективности. По результатам реализации проекта будет разработан план действий устойчивого энергетического развития города Запорожья. И внедрена электронная система мониторинга потребления энергоресурсов муниципальными объектами. И внедрена система энергоменеджмента согласно европейского стандарта 50.001. А пока помощь в привлечении инвестиций не пришла, рядовым гражданам настоятельно рекомендуют экономить энергопотребление в частном порядке. Начиная от удаления накипи в чайнике и выключения режима стендбай, до стирки в холодной воде и теплой одежды вместо обогревателей. Кто лучше об этом расскажет, получат приз на конкурсе МАСМЕДИА. Действительно, важкий наш финансовый и технический стан нашего житлово-коммунального господарства. Но все равно, уже влада пошла на такие, может, непопулярные меры, как увеличение тарифов. Но она имеет политическую волю и нужность это сделать, потому что передняя влада занималась популяризмом. И мы все равно платили за эти же услуги. Но это было перехрестное субсидирование, потому что те, кто, предприятия, организации, которые больше платили за эти услуги, они просто закладали в свои продукты, которые они потом продавали, например, в те же леки, аптеки и так далее, эту увеличенную вартусть населения, и мы, покупая эти товары, мы все равно таким чином платили за эти услуги. Теперь, когда уже наша правительство задекларировало поэтапное повышение цены, сейчас нужно готовить население, чтобы теплоснабжающие предприятия, включая в тариф газ по новым ценам, должно будет пересмотреть тарифы точно так же в соответствии. То есть поэтапно будет повышение тарифов на отопление в ближайшие три года, это точно. Согласно постановлению Кабмина, цена газа для предприятий теплоэнергетики повысится в 2015, 2016 и 2017 годах на 40, 20 и 20 процентов. Соответственно, тарифы для населения уже начали расти и будут продолжать дальше. Так что к пониманию экономии придут все. Это только вопрос времени.